Вчера вечером шесть семей были эвакуированы из дома номер 2 по улице Вражная. Помимо них, без крыши над головой в одночасье оказались сотрудники нескольких организаций, арендующих помещение в этом доме. Причиной стало внезапное разрушение ряда конструктивных элементов здания, что представило угрозу жизни и здоровью жильцов и арендаторов. Здание на Вражной 2 хорошо знакомо многим лабытнанцам. Не так давно здесь размещался избирательный участок, а еще вчера работали Росгустрах, Фонд социального страхования, диспетчерская служба такси Норд. Сегодня сотрудники этих организаций стоят на улице. Доступ в здание закрыт, за этим присматривает полиция. Мы давно уже поднимали вопрос перед администрацией города, чтобы нам было представлено какое-то подходящее помещение, потому что и лабытнанское общество инвалидов поднимало вопрос, что здание вообще неудобное для работы с инвалидами, оно не приспособлено. Нет доступности, нет возможности подняться на второй этаж, поэтому мы подыскиваем варианты. На сегодняшний момент достойного помещения просто нет, не предложено и нет наличия в городе. Ну а сейчас фактически получается, что вы работать не можете, вы не можете выполнять свою функцию. На сегодня получается, что да, пока не решится вопрос с помещением. В здании, кроме офисов, 15 жилых помещений, в том числе маневренного жилого фонда. По факту, вчера вечером в доме находились 6 семей, в том числе с детьми. И вот как-то вдруг затрещали конструкции дома, начали валиться полы в помещениях первого этажа, осыпаться штукатурка. 30 июля в 20.33 по местному времени поступил звонок на ИДДС от жителей данного жилого здания о том, что происходит, скажем так, деформация несущей конструкции здания. По алгоритму действия оперативный дежурный отработал, все службы выехали на место. И по результату сразу же осмотра беглого было принято решение об эвакуации жильцов из данного здания. Все люди, находившиеся в здании, были эвакуированы. Жертв и пострадавших, слава богу, нет. Две семьи пока по их желанию размещены у родственников. Четверым предоставлены временные жилые помещения. Остальных жильцов, кого в отпуске, кого на вахте, пытаются известить о случившемся. Пояснять ничего не буду, потому что тут нет смысла что-то пояснять. За последние 7-8 месяцев никто из жильцов и руководитель организации не обращался на предмет аварийного состояния, на предмет обследования данного объекта. Суть-то не в этом. Объект очень старый. Объекту возраст больше 50 лет. Это видно по конструкции, по стандарту, который устроился больше 50 лет. Поэтому, в принципе, что обменный фонд, да, подтвердили, 15 семей находятся здесь на расселении, как в обменном фонде. Ну, естественно, дальше будем расселять их, искать какие-то места, куда их можно поселить. Сегодня утром на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям перед управлением капитального строительства была поставлена задача – провести детальное обследование этого дома. Дело в том, что жильцы эвакуированы, как говорится, в чем были. Их личные вещи и все имущество осталось в аварийном доме. Тоже относятся к имуществу организации арендующих здесь помещения. По результатам обследования будет принято решение о возможности или невозможности доступа в здание. А пока выводы делать рано. Сейчас появляется проблема официальная. Мы обследуем помещение и свой вердикт вынесем, на каком оно аварийном состоянии. Можно ли там проживать или какие-то офисные помещения могут ли находиться или нет. Дадим отчет. Вячеслав Глушко, Игорь Борисов, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».